World Food 2022 продолжается. Мы продолжаем общаться с нашими спикерами. Прямо сейчас познакомимся с Яной Абалымовой. Здравствуйте, Яна. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы присутствовали на конференции, раскрывали кейсы про социальные сети. Можно немного поподробнее? Да, мы в очередной раз представили кейсы, почему вообще очень активно нужно работать в социальных сетях, а нам, как региональным ритейлерам, это особо важно, потому что мы все понимаем, что мы живем все-таки в диджитл-каналах, очень многие, кто не смотрит телевизор, и не всегда уже, может быть, побуждением покупки узнать какую-то акцию, когда мы проходим мимо магазина или заходим. Мы пытаемся объяснить, что необходимо уже выстраивать такие отношения, близкие отношения с покупателями, особенно с тем поколением так называемых зумеров, которые сейчас растут, которым буквально 10-20 лет. То есть вы упор делаете в большинстве случаев на молодежь? Мы не упор делаем, мы, наверное, работаем с каждой аудиторией на том языке, который они готовы слышать, понимать. И вот некий эксперимент, тот проект, который мы запустили год назад в ТикТоке, как возможность выстроить коммуникацию с зумерами, и как они это будут воспринимать, и как они отзываются на бренд или на нашу кассира Галину, он как раз и показал о том, что они совсем другой формации, они совсем другой уже модели потребления, и это как раз классная точка контакта. Яна, скажите, пожалуйста, какие-то итоги конференции можно уже рассказать? Ну да, я уже третий день здесь, программа очень насыщенная. Понятно, что мои коллеги коммерческой дирекции провели очень много переговоров. В свою очередь я отмечу шикарная программа именно по темам, по спикерам. Тут можно было каждый день найти и послушать невероятные, как сказать, кейсы, которые открывались в нынешнее время. Время нам подкидывает разные, как говорится, вызовы, о которых смело говорят и презентуют новые свои подходы. Спасибо большое, Яна. Надеюсь, что ваши кейсы действительно работают, и мы желаем вам успехов в продвижении. Благодарю. Спасибо.